Ольга, так зовут потерпевшую, показывает свое лицо не хочет. До сих пор признается, находится в шоке. Все началось с застолья у подруги, где она познакомилась с 30-летним мужчиной. Когда все стали расходиться, галантный кавалер предложил проводить девушку до дома, но буквально только отойдя от подъезда, накинулся на нее. Первый удар я получила в лицо с ноги своего. Начал меня сбивать очень сильно. Снял с себя, штаны с меня начал. Я очень сильно кричала, он меня обил, я захлебывала своей кровью. Десять я кричала, на крики никто не подходил, хотя это все находилось напротив жилого дома. На мольбы девушке не делать этого насильник не реагировал. Сил сопротивляться, рассказывает Ольга, уже не было. Как вдруг появился молодой человек, Леонид Савкин, возвращался домой с работы. Как только услышал крики, бросился на помощь. Не разбираясь, я его одной рукой приподнял, еще вернул сюда, ее просто сюда отодвинул, потому что площадка была побольше. Понимаю, что в прямом будет потасовка, что-то завернется. В этот момент он вскочил, одел штаны и начал на меня намахиваться. Борьба длилась недолго. Скрутить преступника Леониду помогли навыки рукопашного боя. Удерживая насильника, молодой человек позвонил в полицию. Сейчас задержанный дожидается суда, а Леонид Савкин получает награды от начальника самарской полиции. В прошлом году мы поощрили 12 человек, которые принимали активное участие в задержании преступников. Это были лица, которые подозревали в совершении разбойных нападений и грабежей на улицах, в общественных местах города. О том, что всю ночь провел в отделении полиции, давая показания, вместо того, чтобы дома отмечать день рождения, Леонид не жалеет. Говорит, что не мог оставить человека в беде. Героем себя не считает, но уверен, на его месте так поступил бы каждый настоящий мужчина. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.